всем привет друзья если нечем платить за кредиты приставы с коллекторами не дают вам покоя предлагаю воспользоваться помощью моих друзей и партнеров федеральной компании не быть должником компания не быть должником уже более 13 лет занимается списанием долгов по всей россии провела вторую в истории россии процедуру банкротства физического лица успешно завершила более 3500 дел по рф и списала более полумиллиарда долгов и кредитов компания не быть должником берет в работу в том числе и сложные ситуации сохранение дохода при банкротстве сохранение имущества сохранение ипотеки при банкротстве в любом случае с ними вы найдете вариант решения вашей ситуации Ребята только начали вести канал на YouTube, прошу поддержать их подпиской. Обращайтесь, рекомендую. Ссылки и контакты в описании к этому видео. При обращении упомяните кодовую фразу. Я от Вальбимара. И получите скидку в размере 5000 рублей. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Виктория Александровна, все верно? Вкусно, да. Там какая-то кнопка деньги. Меня зовут партнер Сергей Михайлович. Идет запись телефонного разговора. Виктория Александровна, у вас вчера была дата платежа. Платеж не унесли. Когда от ваша оплата поступает? Ну, не знаю. Я еще не думал об этом. А почему? Не хочу, потому что другие дела есть. Например? Мне тебе все рассказывать, что ли? Да. На данный момент вы нарушаете свои обязательства. Да ты что? Какая-то причина. Выбери там какую-нибудь. Выбери там какую-нибудь. Из чего выбрать? Ну, выбери список. У тебя есть какой-нибудь из причин? Нет. Ну, что ставят, значит? Что ты бездельник какой-то из пор список не заставил? Виктория Александровна, вы слышите, что вы говорите? Я-то слышу, а ты слышишь, что ты говоришь? Да. Что у тебя, то есть, что нет списка. Ну, как вот ты сравниваешь? Тебе люди не платят, а ты убираешь. Есть такая причина в списке или нет? Надо же с чем-то сравнивать. Ну, что ты какой бездельник? Вы о чем сейчас говорите? Мало того, что бездельник, так еще и тупой. Ну, надо же, как так? Ну, как тебя там? Взяли туда контору эту. Виктория Александровна, вы о чем сейчас говорите? Да-да. Ты еще и не понимаешь. Да, ну, точно тупой, значит. Виктория Александровна, а вы сейчас находитесь в состоянии алкогольного опьянения? В состоянии наркотического опьянения, да. Завидуй молча. В состоянии наркотического опьянения. Понятно. Давайте с вами тогда прекратим этот диалог. Ну, я не знаю, зачем ты позвонил. Тебе, наверное, завидно, потому что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения, а ты нет. Нет. Это абсолютно не так. Хорошо? Хорошо. Давайте с вами лучше поговорим, наверное, при личной встрече. Вы, кстати, из Казахстана-то вернулись? Ну, да, только что приехал. Он не должен. Подъезжай, я дома. К вам? Нет, я лично нет. Ни в коем случае. Ну, а что ты как? Ты должен подъезжать. Ты же говоришь про личную встречу. Давай, будь любезен. Подтащи свою грязную задницу. Действительно, вы, наверное, здесь находитесь в состоянии наркотического опьянения. Алло, здравствуйте. Слушаю. Звоним с компанией WebBanker. Меня зовут Петра Валена Денисовна. Абилд судебного регулирования. Вы Сергей Адвардович? Сергей Адвардович, внимательно вас слушает. Сергей Адвардович, у нас есть для вас важная информация и выгодное предложение. Для его озвучивания, да, отрождение. Назовите, пожалуйста. Я не вызываю себя отрождение мобильным номером. Почему? Не хочу. Кто вы? Я не знаю вас. Ну, так Сергей Адвардович, вы знаете, что у вас имеется нерегулированный вопрос? У меня вообще не интересный вопрос. Если он вас интересует, оплачивайте. Так это о ваших интересах. У меня нет таких интересов. Сергей Адвардович, либо решать вопрос самостоятельно, Если вы компания поднимаетесь, то плохо меня зовут. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Андреева Алиса Станиславовна. Могу услышать Стасию Александровну. Нет, она не хочет тебя слышать. Что ты хотела? Вы с ней знакомы, я так понимаю. Я не знаю, может быть. Так вы знаете или нет информацию? Я ее знаю или нет, да, ты угадала. Ты бабушка, ясен хуй. Ведите, пожалуйста, конструктивный диалог. Что такое конструктивный диалог? Будьте убедны критерии мне, пожалуйста. Первое, второе, третье. Крайне мере, не ведите со мной разговор в таком формате. В каком формате можно, а в таком нет. Может у меня список форматов, в котором можно? Лексику не употребляйте в диалоге со мной. Извини, пожалуйста, иди на мужской половой орган тогда, если хотя к слову хуй тебя коробит. Извини, пожалуйста. Звонок покупает Анастасия Александровна. Вы можете передать ей? Ты просто бабушка, ясен мужской половой орган. Я не понимаю, на каком языке вы говорите? Не понимаю, но изучи языки. Я могу тебе школу хорошее языковое бы рекомендовать. Есть ли деньги на это или не щебродки? Я с вами не намерена. Всего доброго. Ольга Дмитриевна, добрый день. Алло, да, слушаю. Банковка открытия, меня зовут Гороха Мария Алексеевна. Ольга Дмитриевна, я с вами разговариваю? С нами, с нами. У вас просрочная задолженность, 85 дней. Так а у вас же нет больше, вы же ВТБ теперь. Нет, банк открытия существует, ВТБ переходят в отребительские кредиты только. А, больно, как-то продолжать действовать, так действовало. Ну, прекрасно, хорошо. Какая разница, кому не платить? Древний банк оплатить в течение суток, сегодня-завтра. А где требование почитать можно, подскажите? Я вам подвольствую разговор, его озвучиваю. А, ну, я чем сейчас, председательное убирать. Деньги отправила, только что у слепого WhatsApp. Каким образом по WhatsApp можно? Деньги по WhatsApp ушли. Так же, как требования ты по телефону выставила, деньги вот тебе по WhatsApp ушли. Только что, таков не может быть. 2200 рублей за должность, это сумма, основной толк просроченный, посрочный пациент. Ну, вот я как требование увижу, так и деньги тебе, возможно, уйдут. Ну, во-первых, мы не переходили на «ты». Мы стали по телефону разговорить, и не заметили, а то никуда не переходили. Мы на «ты» не переходили с вами. Мы по телефону разговариваем, идиотка, мы никуда не можем по телефону перейти. Я вас уведомляю, это, знаете, что есть переносный смысл? Я должна вас уведомить, что не поступление средств. Ну, там, я не могу, я не могу тебе это заплатить, что это в стране демократия. Будьте готовы к тому, что придется оплачивать сумму с переплатой. То есть, высказываем вся сумма, которая не стучит. Я не терпения, до этого счастливого момента можно как-то побольше заплатить, а то у меня тумбочка не закрывается, деньги вываливаются. Почему вы введете себя в таком тонне, в саркастическом? Какому я могу тонне еще вести? Ты мне, пожалуйста, будь любезна критерии, в каком можно вести, а в каком нельзя? В деловом стиле. Я не знаю определения. Никогда дали критину карту. Вот нахуй тебя послать, это деловой стиль или нет? Нет, это не конструктивный диалог. А, не конструктивный, а может быть критерий. Вот я уже сказала, что критерия делала конструктивного диалога, будь любезна. А вот на мужской половой орган тебя послать, это конструктивно или нет? А назвать я жопой, вернувшись или кочергой горбатой конструктивной или нет? Теоретические вопросы задаете. Теоретические вопросы – это вопрос, который не требует ответа. Молилась ли ты на ВСД МОДА? Вопрос не требует ответа. Мы готовы вести конструктивный диалог по вашим обязательствам. Какие обязательства? У меня нет обязательств, я мужу только 100 обязательств. Час назад отдала свои обязательства супружеские. У вас так же есть перед кредитором обязательства? Да, нет, я уже нахуй не пугал. В таком случае ожидайте последствий. И терпеть не может, давай, успой как-то последствий, пожалуйста. Будь любезна, мне за сыном пора. А вы готовы к тому, что по вашему адресу? Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Пошли вас. Компания Манимэль, меня зовут Таймурна Елена Владимировна. Мария Евгеньевна, могу я услышать? Нет, она не хочет с тобой разговаривать, что ты хотела? Она вам знакома, я так понимаю, верно? Она мне знакома или нет, да, ты угадал. На вы обращайтесь. К кому на вы обращаться? Ты вот одна говоришь, блоки твои молчат, свои лобковые тоже. Вы ее знаете, Мария Евгеньевна? Я в тебя ответил, я ее знаю или нет? Хорошо, если вы не настроены на диалог. Настрой меня на диалог. Возьми кожаную плетку, подъезжай, настрой меня на диалог. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Ты кто? Звонок поступает в компании Ситиус. Властинка Елизавета Викторовна, меня зовут. Наш разговор с вами записывается. Могу услышать вы Ирину Николаевну? Нет, Николаевна, наконец-то ваша выездная группа встречается. Вот у подъезда сидит вторую неделю. А кем приходится она вам? Она мне приходится кем-то. Я сотрудник клининговой компании. Трупы убираю за выездной группой. Стены смываю. Нам с ней нужно связаться. С ней нельзя поговорить. Она в данный момент третьего коллектора допиливает данные. Сейчас вот ногу отпиливает. Хорошо. Значит, как будет готово с ней связывать? Вы посетите еще одну выездную группу. Нам еще две почки нужны. Алло. Денис Александрович, здравствуйте. Он самый слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Волошина Алина Андреевна. Микрокредитная компания «Конго». Ведется запись разговора. Денис Александрович, вам звонок поступает в отношении вашей просроченной задолженности. 142 дня находится в состоянии просрочки на общую сумму 65 тысяч 863 рубля 3,4 копейки. Необходимо внести оплату сегодня по требованию компании. Вы готовы это сделать сегодня? Необходимо вносить, конечно. Я не могу вам это запретить. Денис Александрович, вы взяли денежные средства в долг в их и должны возвращаться в договор. Денис Александрович, ты не помнишь, что я тебе в трусы их совал, когда мы в септис-бар ходили? Ведите, пожалуйста, конструктивный диалог, Денис Александрович. Давайте уважать. А что такое конструктивный диалог? Подскажи, пожалуйста, у меня критерии. Будь любезны. Конструктивный диалог – это тот вид диалога, где обе стороны получают выгоду. Я не получаю выгоду от ваших оскорблений. Не получаешь, но всего тебе доброго тогда. Счастливого пути. Вы продолжите вести неконструктивный диалог, все верно? Я пока не понял, что такое конструктивный диалог. Вам еще раз рассказать, что это такое? Ну, я с тобой получаю выгоду. Контент на Ютубе у меня будет. Денис Александрович, мы можем вернуться к вашему просроченному долгу? Ну, подъезжай, конечно, возвращайся. Вон он сидит, мой просроченный долг. Подъезжай. Денис Александрович, еще раз покажите. Не надо выходить от него. Сегодня необходимо вернуть сумму задолженности. Не знаю, мне не чувствует такой необходимости. Скажи, пожалуйста, как я должен ее почувствовать? В Баку должно заколоть или что? Как и что должно произойти? Денис Александрович, вы должны были изначально вернуть денежные средства, когда 142 дня назад... Нет, я должен почувствовать как-то вот эту необходимость возврата. Я что-то пока не чувствую. Все верно. Нарушая условия договора, вы также нарушаете законодательство Российской Федерации. Это что, пожалуйста? Нарушаете вы уже 142 дня. Все верно, так как вы не имеете права в одностороннем порядке отказываться от исполнения ваших обязательств. Это 310-я статья ГК. А на основании 309-й статьи вы должны вовремя исполнять взятые на себя обязательства. А не исполняйте вы их уже 142 дня, как я говорила, неоднократно. Ты отшлепаешь меня за это, да? Подъезжай сегодня, отшлепай меня. Денис Александрович, пожалуйста, введите. Конструктивный диалог уже попросила, неоднократно. Я не могу его везти никуда. Он пусть сидит, он на стульчике, и никуда я его вводить не хочу. Хорошо, как будете готовы вести конструктивный диалог, пожалуйста. Я готов к конструктивному диалогу. Алло. Сняли. Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Касьянова Юлия Сергеевна, ведущая специалист из дела клиентского взыскания. Прямо ведущий. Елена Октябристовна, вам знакома? Знакома. Можете ее к телефону позвать? Нет, не могу. Она в данный момент убивает третьего коллектора из выездной группы. Двух уже грохнуло, вот сейчас третью. Номер 8075Е или вам принадлежит? Я не знаю, номер пока у меня находится, потому что я стены в подъезде от крови и кишок отмываю. А она где-то на первом этаже кого-то допиливает там. Там где-то хохот страшный звучит. Крики нечеловеческие. Похоже, ногу вторую допиливает. Всего доброго. Будь здоровы. Да, пришлите еще выездную группу. Этой уже нужны венки похоронные. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания WebBank. Меня зовут Бахвалова Парилияна Викторовна. Здорово. Подскакайте, пожалуйста, за ним Виктория Александровна. Не знаете такого человека? А я здесь при чем? Звоните. Данный номер телефона указываем как контакт. Мы пытаемся связаться. Ну, а я здесь при чем? Связывайте. А это ваш номер телефона? У тебя нет полномочий это выяснять. В таком случае звонки будут поступать. В таком случае будет чаще нас уходить, конечно. Да, всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Будьте добры. Оставайтесь в постановлении для получения информации. Вообще не нужна эта информация. Я Михаил Алексеевич Артищев. Разговоры записываются в ОКФ организации. Слушаю вас. Оставайтесь в постановлении. Повторяю еще раз в целях идентификации вас. В целях получения информации. Ну, ладно. Так, информация получена. Будьте добры. Телефон Елену Октябристовну. Нет, ты так долго бежал, что я золото пригласил. Мое, разыскиваю. А, разыскиваете даже. Ничего себе. Вы знаете ее, скажите, право в целях или нет. Я Михаил Алексеевич Артищев. Нет, мне это неинтересно. Не хочу. Звоним по поводу ОМФХ Манимэн. Микрофинансовая организация. Как зовут? И кем вы ей приходите? Скажите нам, пожалуйста. Я есть сотрудник клининговой компании Чистоплю Иванович. Я убираю в подъезде трупы, кровь и так далее. От выездной группы и от другой микрофинансовой организации. Вот мне еще два трупа осталось. Ну, что с вами есть? Два этажа отмыт. Значит, у Елены Актиплистовны Рахматулина есть время сегодня с нами до 18 часов. Здравствуйте. Алло. Компания «Страна-экспресс», служба за искание задолженности. Радостил Кристина Токтамысовна, разговор записывается. Вы, Екатерина Евгеньевна, вы? Так точно, слушаю я. У вас подсрочка по кредиту уже 84 дня. 76 800 рублей у вас уже долг. Требования компании до 8 декабря внести оплату. Поступит от вас? Я требований не видела. Как увижу требований, так поступит. Компания не обязана вам письменное требование. Зайдите в личный кабинет. Ну, я вам оплачивать не обязана. Вы все увидите. Обязаны в том, что я делаю, Екатерина Евгеньевна. Вот, написали договоры. Воспользовались сигналной компании. А я его сожгла, когда пролетал. Он отхватывается, на метне летал. То есть фиксировать отказ, я так понимаю, да? Я не знаю, должен металлок фиксировать, на который я летал у себя в Ануфер. Здравствуйте, МТС БАМС. Меня зовут Бусева Елена Алексеевна. Разговор записывается. Слушаю. Вы меня слышите? Слушаю. Я звоню из управления по работе. Угу. Я звоню из управления по работе задолженности. У вас по карте МТС-берой имеется просрочное? Да вы что? Срок просрочки составляет 17 дней. Сумма 2329 рублей. Подскажите, почему вышла на просрочную задолженность? Не знаю. Ушла, шла и вышла. Я, конечно, понимаю, что у вас есть какие-то личные проблемы. Вообще никаких проблем. Вы плохо понимаете. Я фиксирую информацию для банков. Фиксируйте, конечно, я же не могу вам запретить. Конкретную информацию, пожалуйста, подскажите. Конкретную не могу подсказать. Хорошо. Только неконкретную. Ожидается от вас? Сегодня-завтра оплата ожидается? Ну, ожидать вы можете. Хоть сегодня, хоть завтра. Только ее не будет. Кстати, я фиксирую отказ от оплаты, верно? Ну, я не знаю. Фиксируйте. Вы мне разрешение спрашиваете? Я разрешаю. Хорошо. Информацию зафиксировала. Вам всего доброго. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. 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 Звонок из Банкова ТВ. Бабкин Аберт Александрович. Меня зовут Катерина Евгеньевна. Могу слышать? Нет. Она с Костином Андрюша встречается. Что еще раз? Я говорю с Андрюшей Костином встречается. Сегодня заезжал за ней. В сауну поехали. Понятно. Понятно. Рад за вас. С кем разговариваем? За меня-то что и радуются? Я не поехал к ним в сауну. Я не могу этого пидараса жирного трогать. А, вас не взяли? Меня не взяли, да. Он по мальчикам, но почему-то... Он по мальчикам. Поэтому меня не взяли. Вы недовольны, наверное, да? Вы поэтому, наверное, недовольны, что вас... Ну, естественно. Тебя, видишь, не позвал. Ты тоже недовольный. Давайте вам перезвоним. Настраивайся. Да, давай. Догоняй, Андрюша. Тебя пидарасика он возьмет. Давай, догоняй. Они недалеко уехали. До свидания. Настраивайся. Настраивайся на что? На сауну? Это ты настраивайся. Андрюша еще заедет за тобой. Здравствуйте. Салют. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Займер». Меня зовут Терешкин Рослан Русланович. До судебного отдела разговор записывается. Елена Олеговна, хорошо меня слышите? Слушаю, да. У вас так и не закрыт заем. В компании идет просроченная задолженность уже 73 дня. Сумма к погашению составляет 56 159 рублей 39 копеек. Как вы намереваетесь данный вопрос решать и закрывать заем? У меня нет вопросов никаких к данному заему. У меня с ним все понятно. И закрывать вы его как собираетесь? Я его собираюсь. Ну не знаю, форточку закрою, а перестанет ее отдуть ему. Он замерз, наверное. Что еще раз повторить, что вы сказали? Я глухим два раза обеденец служу. Елена Олеговна, у вас сумма каждый день увеличивается. Да и хрен. Понимаете? Понятно. То есть отказывать это судебно? Нет, не отказываюсь, но оплачивать не буду. Не будете оплачивать. Так, очень хорошо. В таком случае компания будет вынуждена передать... Мне тоже очень нравится. Да. Работаете вы где сейчас? На работе работникам. Платят по-прежнему деньгами. Вообще хорошо. Мне тоже очень нравится. Тогда это первый отказ от актуализации данных. Крепко фиксируешь, это опять отвалится. За щелчка не волнуйтесь. За щелчка, ну слава богу, я вас не рада. Хорошо. Соответственно, дальше мы будем вынуждены передавать дело в суд, после чего у вас могут быть... Вы мне разрешили, спрашивайте. Ну, я вам разрешаю. Передавай, подождите. Хорошо, хорошо. Разрешение вашего никто не спрашивает. И с листовой тем более спрашивать не будут. Могут арестовать счета, имущество... Если найдете мои счета, не забудьте поделиться со мной, а то я не знаю ни об одном счете. Хорошо. Вы ожидаете тогда законных последствий. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Микрофинансовая компания Webanker. Меня зовут Кучумова Ермития Сергеевна. С вами общаюсь с именами Илгар. Со мной, со мной. Давайте чуть посерьезнее. Когда можно услышать имена Илгар? Когда-то можно услышать. Что ты несерьезного, я сказал. Когда можно услышать имена? Когда-то. Когда-то будет можно. Информацию оставлю. Звонки будут продолжать. Алло, здравствуйте. Слушаю, вы кто? Алло, здравствуйте. Викторин Львовне. Слушаю, вы кто? Меня зовут Владислав Сергеевич. Я с руководителем отдела взыскания компании Webanker. Викторин Львовне, я могу услышать? Нет, не можете. А по кричине? Я не хотел вас с ней соединить. Я не хотел вас с ней соединять. Что против меня? Я глухим два раза обедью не служу. Алло. Ничем по лбу не дало? Вы у вас плохая попадаете. Вы злопа какой-то звоните, чтобы вы не попадали, то это самое. Нужно нормального места звонить. Я с нормального места звонил. Ну ты из подвала какого-то звонишь. Если тебя заперли там это самое, ты постучи хуем по трубке, я тебя спасу. Скажи адрес где, моргни два раза. А вы почему так ведете диалог? Потому что мне так захотелось. Не знаешь, да, у нас демократия в стране. Я позвонил в Викторине Евгении. Мне вообще насрать. Может хоть колокол позвонить. Хорошо. В таком русле диалоги я неамерно... Ну все, тогда идешь на мужской половой орган. Счастливого пути. Будь здоров. Все записи раздописывайте. Всего доброго. Все, при лошах, кране на голове, когда будешь биться головой об стену. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Екатерина Евгения, вы могу услышать? Нет. Я представлюсь в компании WebZime. Какая академическая меня, Екатерина Викторовна Гришевская зовут, записывайте разговор. Скажите, а передать поучку Евгению мне, чтобы она оказалась на компанию WebZime? Конечно, зачем ей нужно вас звонить, нахер вы ей усрались. Почему так разговариваете? Как хочу так разговариваю. У нас же демократия в стране. Ты не обратил внимания. А передайте, пожалуйста. Пять тысяч рублей не передай мне телефон. Конечно, я передам вам обязательно любую информацию. Я жду пять тысяч, да, жду. Передавайте. Ну, конечно, да, передавай мне на телефон, конечно. Прямо сейчас взял, встал и передам. Алло. Алло. Здравствуй. Екатерина Евгения, слышите? Не знаю, может, ты ее услышать или нет? Все ли у тебя хорошо со слуховым аппаратом? Ты сегодня батарейки в нем меняла? Давайте я представлюсь. Это компания WebZime. Да давай попробуй, ладно. Ты сначала мне скажи, что батарейки слуховой аппарат меняла сегодня, нет? Можешь ее услышать или нет? Я волнуюсь за тебя. Она встал на разговор записывает. Я не понимаю, что вы говорите. Ну, не понимаю, что это нужно посчитать. Как-то поднять уровень образования, грамотности, там, книжечки почитать. Я вам, я же вопрос-то в другом заключается. Я же не говорю, что вы Екатерина Евгения. Так я что-то ответил на этот вопрос. Меняла батарейки в слуховом аппарате. Значит, можно же услышать. А если не меняла батарейки, то хуй ты ее услышишь. Хорошо, вы трубочку? Трубочку можете ей передать? Трубочку я могу ей, конечно, передать, да. Может быть. Но уж ты сама подъедешь, приличной встрече ей все скажешь. В общем, будьте добрыми. В общем, мы целом, да, 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 конечно. Да, подъезжай, она ждет тебя по адресу регистрации, Настенька. В общем, вы не готовы, да, конец первой встречи? Сегодня успеем, да, подъехать, Настенька? В общем, номер телефона... В общем, мы целом, да. Номер телефона можешь себе в задницу засунуть, Настенька. Прямо в задницу туда. Трубкаю его туда. Ой, номер телефона. Здравствуйте. 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 Компания ОМКК Сабильный и Финансовый, а не сервис Гринмани. Меня зовут Алесова Анна Владимировна, ведется запись разговором. Ольга Дмитриевна... Что ты хотела? Что хотела? Я девушка вообще-то. Что ты хотела? А, вы так сказали? Я с Ольгой Дмитриевной обсуду этот вопрос. А, ну как она придет, обязательно обсудишь, конечно. Подъезжай, она ждет тебя по адресу регистрации. А почему она, ты разговариваешь? Потому что я захотел, так у меня демократия в стране. Ну. А, да вы что? Да, представляешь? Мне тут Алеса Анна Владимировна, ведется... Мне поливать, как тебя зовут. Представляйте, пожалуйста. Прекрасно. Передайте пульс в срочном порядке с вами. Альфа-банка? Да. Альфа-банка? Что такое тальфа-банка? Альфа-банка? Альфа-банка? Да, я не знаю. Я спокоен, как дохлый мамонт. Что-то не заметила? Я ожидаю. Я ожидаю терпением, конечно. Ожидаю. Поживей, пожалуйста, ускорится процесс. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Виталий Народкова записывается. И что? Это я, да. У вас задолжность нашей компании просрочена договору займа 636 дней. Сумма задолжности 11 585 рублей. Оформляли кредит в салоне Белайн полностью, до сих пор не опросили. Ага, и что? Поэтому документы в вашем случае на реестр на обращение в СССР, срок на оплату 2 дня. Оплата будет вносить или в документах в СССР? Нет, я собираюсь этого делать. Я вас не наслышала. Я не знаю, я сочувствую тебе, что ты не услышал. А ну а кто позвал я разговариваю со мной в таком тоне? Я тебе позволил разговаривать себе в таком тоне. Очень плохо. Очень плохо. Да, очень плохо. Здравствуйте. Здравствуйте. МТС-банк, меня зовут Татьяна Александровна. Я Леонгарсов, записываю. Могу услышать по этому номеру? Не можешь. А вы знаете ее? Ну, если знаете, будьте добры, перед... А если не знаю? Вы ее знаете? Я ее знаю или нет? Я освобождаю линию. До свидания. Она попросла, конечно. Алло. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна, ведущая специалист по делу клиентского взыскания Ольфбан. Ольга Дмитриевна, знакома вам? Может быть. Ты звонила сегодня уже. А этот номер телефона вам или ей принадлежит? Это номер телефона ей или мне принадлежит, да. Вы можете конкретнее уточнить? Да, конкретно уточняю, ей или мне принадлежит. Куда уж конкретнее. Хорошо. Это случай информации укажем. До свидания. Укажи, конечно, да. Всего доброго. Добрый день. Мне можно поговорить с Ольгой Дмитриевной? Я не знаю. Можно тебе поговорить или нет? Меня зовут Лилия. Я представляю Уральский банк реконструкции и развития. Я прошу прощения. Вы знакомы с Ольгой Дмитриевной? Я ей знаком или нет? Зачем тебе? Что ты хочешь ей сказать? Я прошу прощения. Если вы знакомы, я хотел у вас... Укрутить непрощение, ладно. Так и быть не надо. Я могу по этому телефону... Я не знаю. Это по уму логопеду вопрос. Ты можешь по этому телефону говорить или нет? Я еще раз прошу прощения. Наш телефон... Наш телефонный разговор записывается. Отлично. Я могу... Вот эту запись кране себе к голове, когда будешь биться головой об стену. Что, ты ушла, что ли? Ну, ты не... Оли. Здравствуйте. Компания «Страна экспресс». Меня зовут Полякова Людмила Васильевна. Разговор записывается. Где твоя Екатерина Евгеньевна? Она самая. Алло. Алло. Вы кто? Я Екатерина Евгеньевна. Я Екатерина Евгеньевна. Я еще раз задам вопрос. Я еще раз попробую ответить. Я Екатерина Евгеньевна. Буров Денис Александрович, здравствуйте. Слушаю вас, неизвестная женщина. Здравствуйте. Меня зовут Волошина Алина Андреевна. Микрокредитная компания «Конго». Ведет запись разговора. Я с Денисом Александровичем. Вам счастье, верно? Ну, конечно. Ты же мне звонишь. Денис Александрович, вам звонок просыпает в отношении вашей просроченной задолженности. В 150 дней находитесь в тренинге просрочки на общую сумму 65 929 рублей 50 копеек. Необходимо снять плату сегодня по требованию компании. Готовы это сделать сегодня? То есть, необходимо вносите, конечно. Я не могу вам это запретить. Денис Александрович, это необходимо делать вам выжатую. Я как-то не чувствую такой необходимости. Скажите, как должно пойти, вот, ощущая понимание, что мне это необходимо. Где-то в боку должно кольнуть, или, я не знаю, в голове стыльнуть. Денис Александрович, вы это сами стоят, они должны понимать, так как... Нет, вообще, я не должен никому ничего понимать. Нет, нет, вы ошибаетесь. Денис Александрович, тем не менее, вы должны деньги в компанию Конго, которую вы выжняли в долг. Ну, это же не страшно, ничего страшного. Я переживу, как будет этот вопрос. Денис Александрович, необходимо вносить оплату сегодня. Это вам необходимо вносить, конечно, да-да-да, я не могу вам это запретить. Денис Александрович, идите, пожалуйста, в конструктивное дело. Что не конструктивного сейчас было в моем диалоге? Я же вас на разе не назвал, там, жопа верблюжа, кочергой горбатый. Кочергой горбатый. Денис Александрович, еще раз попрошу вести конструктивный диалог. Я не знаю, что такое конструктивный диалог, пожалуйста, будь любезна мне, критерия поделения. Денис Александрович, конструктивный диалог, это тот вид диалога, от которого две стороны получают выгоду. Я не получаю выгоды от ваших... Это же не шепрог, как я могу с тобой выгоду получать. Ну что ты, о чем ты можешь мне рассказать? Здравствуйте, Анастасия Александровна? Конечно, что ты хотел? Анастасия Александровна, могу услышать? Не знаю, может и слышать. Нет, ты поменяла батарейки слуховой аппарат? Давайте без ты с ней так разговариваете. Но вы все-таки нужно общаться. Я с тобой так разговариваю. Что-то мне устраивает? Чина, Анастасия Александровна, передавайте, чтобы она с компанией... 5 тысяч рублей это стоит, передай ей передо мне телефона. 5 тысяч с нее возьмете, потому что вы ее не делаете. 5 тысяч на телефон жду, потом передам. У нее подкрасите, пожалуйста. У тебя я просто, тебе же нужно передать что-то. Все хорошо. Хорошо. Да, тут я еще могу услышать? Нет. Когда? Мы можем ее услышать. Никогда. Почему? Почему-то. Почему-то. Это ее номер телефона? Я не знаю, чей это номер телефона. Откуда у вас этот номер? Я его спиздил. А, ну хорошо, мы заявление... Мне тоже очень нравится, да-да-да. Всего пишите заявление, да, всего доброго. Хорошо. Здравствуйте. Слушаю. Организация Эверестнс, электроскопома, это не ведет за запись телефонного разговора. Скажите, Ольга Владимировна... Ольга Дмитриевна... Нет. Замоком, это женщина. А у тебя какие полномочия это выяснять? Почему мы с вами на выбережием? Мы с тобой давно на выбережием. Разве мы с тобой знакомы? Нет, ни в коем случае. Ты так часто мне звонишь, что мы с тобой уже познакомились. Я сказала, что мы знакомы с тобой или нет. Пойдем познакомиться. Мы с вами. Меня не интересует Ольга Дмитриевна. Зачем мне было вообще? Да мне нас страшно, что тебя интересует. Мы с тобой знакомы или нет? У вас какие-то проблемы, я не понимаю. У меня нет проблем. Спасибо, что беспокоишься. У меня в Баку немножко колют. Можешь мне помочь с этим? В Баку у вас колют? Да-да-да. Так а при чем вообще? Зачем вы мне говорите эту информацию? Ты у меня спрашиваешь, какие у меня проблемы, я тебе ответил, что у меня немножко колют в Баку. У меня нет к тебе претензий. А мне не интересует информация по поводу Ольги Дмитриевны. Мне вообще нас страшно, что тебе нужно, по поводу кого. Зачем вы мне это повторяете? Мне очень захотелось. У нас демократия в стране, вот и повторяю. Ну тогда решите этот запрос, может быть вам тогда станет легче. Здравствуйте, компания ООО НСВ. Меня зовут Щеглова Ильана Эсимбаевна. Ведется запись разговора. Я представляю интересы ООО НСВК МИГ Кредит. Ольга Дмитриевна. Алло. Алло, вы меня слышите? Слышу. Вы? Я Ольга Дмитриевна, да, слушаю. Вы помните о своем нерешенном вопросе? Нет, забыла, конечно, нахер он мне усрался. Ушки корректнее общаться. А это как после, скажи мне, критерий корректости? Ожидаетесь следующий раз? Пошло нахер. Алло, добрый день. Слушаю, кто? Мне нужна Виктория Александровна. Мне нужна Жаклин Кеннеди. Я могу ее услышать? Я могу ее услышать? А, не могу, да, она же умерла в день в четвертом. Ну, извините. Вы провели процедуру... Вы провели процедуру реинкарнации Жаклин Кеннеди? Будьте любезны. Когда проведете, не забудьте меня пригласить. Позвоните, пожалуйста. Ты со стола упала, что ли? Солнышко, аккуратнее. Молодой человек, мне нужна Виктория Александровна. Я тебе ответил, мне нужна Жаклин Кеннеди. Соедини меня быстренько. Почему вы со мной так разговариваете? Я хочу так и разговаривать. У нас в стране демократия пока еще до 17 марта следующего года. Что-то не нравится? Не звони сюда больше. У девушки залоги в ломбарде. Я очень рад за девушку. За ее залоги в ломбарде. Мне надо с ней поговорить. Нет, вам не нужно с ней поговорить. Подъезжайте по адресу регистрации. У них КАКС минус 60 сегодня. Ей поговорите. У вас все? Или вы так и будете молчать? Даже речи потеряли? Здравствуйте. Это звонок в сервисе и капусты. МКК Рострофинанс. Меня зовут Лукьян Кульцева Александровича. Скоро на записи. А вы, Виктория Владимировна, не можете трубку передать? Насколько ты мне за это платишь? Я ничего. Я на ее личном номере. Трубку-то передадите? Нет, я же тебе ответил. Почему? Потому. Хорошо, тогда передайте и пусть у нас свяжется с вами. Пусть у меня на телефон передай. Конечно, передам обязательно. Болеете, что ли? Здравствуйте, Ватерина Сергеевна. Здравствуйте, не болеете. Давайте сходите к врачу. Не надо меня заражать своим коронавирусом. Отдет в работе с проблемными займами ООО. А, я говорю, вот подряд, да, вы кашляете. Меня зовут Лукьян Казаровича, сговор записывается. Данный номер телефона Казаровича Сергеева оставила как основной. Вы с ней знакомы? Я с ней, может быть, знаком. Она так же, как вы, в коронавирусе, в карантине лежит. Я понимаю, что ты не понимаешь, нихуя, как у тебя, тебе тоже наказать. Продолжение корректного диалога. Корректный диалог, да. Знакомься, наносите. Информацию фиксирую. Здравствуйте, сервис «Заимокрикапуста», ОНК «Каруснентрофинанс». Елена Анатольевна Свиягина, мы же по работе с клиентами, разговор записывается, Олеся Сергеевна. Можете пригласить ее? Нет, не могу. Тогда, пожалуйста, передайте, что звонили. Да, 5 тысяч, пожалуйста, передай, пожалуйста. Все, да, 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 тогда обязательно сделаю. А вы-то кто? Мы звоним Олеся Сергеевна. Да мне насрать, можешь хоть в колокол звонить. Но передать стоит 5 тысяч. Вы трубку передайте хозяину. Да, как только 5 тысяч увижу на этом телефоне, сразу же передам. Что ж, у вас денется? Нет, жаль. Что ты, нищебродка, хочешь? Здравствуйте. Звонок с Савкомбанка, Шклеев Игель Константиновна. Семен Олегович, кем приходится? Мной приходится, слушаю вас. С вами разговариваю. По карте ХАЛВА звоним. У вас недоплата 2 тысячи. Поэтому вы бы телефону звоните, а не по карте ХАЛВА. Это ваш юмор, Семен Олегович? Я не знаю. До понеделя необходимо внести данную сумму, а до 17 декабря в начале. Конечно, я не могу вам это запретить. Да, 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 пожалуйста, вносите. Я к вам обращаюсь, Семен Олегович. Я говорю, вам необходимо внести. Вы не по вашей карте. Ты по телефону звонишь мне. Ты по телефону звонишь мне. Не по карте. По карте нельзя звонить. А ты, мы с вами не переходим. Ну ты что, мы с тобой по телефону разговариваем. За понедельник как не дете оплату? Я не знаю, ты нанесешь оплату понедельника? А вы почему так разговариваете? Мне так очень хочется с тобой позвонить. Что вы за реакция? Очень хочется поговорить. Вы понимаете, что я звоню по вашей карте? Я понимаю, что я звоню по телефону, Если пока ты не можешь звонить за уроку, не можешь звонить, покажешь. Мне кажется, одно и то же. Ваш юмор здесь не уместен абсолютно. А где он уместен? Подскажи, пожалуйста, не так, где он уместен. В пятом году до понедельника не поступит, банк уже может начислять вам штрафы на основании. Нетерпением жду этого счастливого момента. Ушкорь, пожалуйста, подсказать. Нет, я фиксирую. Зафиксируй себе швабру в анусе. Я фиксирую от вас склонение от ваших обязательств, Семен Олегович. Все разговоры записываю. Нет, это не склонение. Я ровно сижу, работаю, некогда мне уклоняться. Ни влево, ни вправо. Телефон, назовите дополнительный. Телефон 102 или 103, хотя нет, могу продиктовать номер, записывай. Я слушаю вас. 930-921-6995. Пишите вопрос с оплатой. У меня нет вопросов по оплате, мне с ней все понятно. Откройте, пожалуйста, мобильное приложение, график. Я не хочу не открывать никакое предложение. Мне вообще не нравится приложение. Всего тебе хорошего. Трубочку надо швырнуть об стену. Я с вами попрощалась, вы можете трубку положить. Ты можешь сама положить, да-да-да, фиксируй, да, хорошо. А в швабру ванах не забудешь зафиксировать? Пообщаться вам не с кем, Семен Альдович? Не с кем, конечно, я одинокий, мне не с кем пообщаться. Я с вами попрощалась. Ага, ну я очень рад за тебя. Алло. Алло, слушаю. Здравствуйте. Звонок из Угоем. Какая? Сумсфинанс, брендвивус.ру, отдел взыскания. Меня зовут Ерофей Григорий Александрович. Разговор с вами будет записан. Передайте, пожалуйста, трубочку ее владелице. Передайте, пожалуйста, трубочку Сурику у Димочки. Будьте любезны, очень хочу с ним поговорить. А-а-а, наши любимые блогеры подъехали. Ой, да-да-да, вы смотрите меня, да, отлично, отлично, что смотрите, я очень рад. Ой, нет, нет, к счастью, нет, только, только по слухам, к счастью. Ну что же вы, Аня? Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, это Банком Дэкс, ведется на ваш разговор с организатором. Это вы? Это ты. Это вы спрашиваю? Я говорю, это ты. Вы корректно будете разговаривать? Я не знаю, что не корректно в моем голосе. Спрашиваю, это вы, что нет? Я отвечаю тебе, что это ты. Добрый день, Карина Вячеславовна. Слушаю. Давайте представить, меня зовут Ерыгина Алина Андреевна, микрофинансовая компания LimeZime, ведет сапись разговора. Карина Вячеславовна, с вами разговариваю, все верно. Со мной, со мной, слушаю. Вы нахо вам поступает, так как наша компания заметила, что у вас возникли сложности с оплатой, именно поэтому компания идет вам навстречу и предлагает скидку в размере 2808 рублей 60 копеек. То есть вам останется оплатить 7296 рублей 80 копеек. Готовы будете произвести сегодня оплату? А с чего такая щедрость вдруг? Компания заметила, что у вас возникли сложности с оплатой. Ну так у меня нет никаких сложностей, я просто платить вам не хочу. Я вас услышала, Карина Вячеславовна, почему вы не хотите нам платить? Нет такого желания. Карина Вячеславовна, вы же понимаете, что вы... Да, я конечно понимаю, да, но желания от этого все равно нет. Я вас приняла, Карина Вячеславовна, в любом случае, скидка вам уже активирована, доступна нам в личном кабинете. Прекрасно. Вы можете воспользовать в ЕК или Славовна. Будем оплатить через личный телефон, банковская карта. Это самый быстрый и удобный способ. Спасибо, мне интересно. Спросы в комментариях, всего доброго. Ольга Дмитриевна, кем вам приходит? Погромче, говори. Ольга Дмитриевна, кем вам приходит? Кем-то приходит, у тебя нет полномочий это выяснять. Ольга Дмитриевна, кем-то приходит. Почему же вы тогда не оплачиваете свой долг? Так я не хочу к самому, что нет такого желания. Вы работаете так и в прокуратуре. На работе работаю, да. На работникам платят по-прежнему деньгами. Начальство узнает о том, что вы нарушаетесь по факторам статьи Гражданского кодекса России. Статьи Гражданского кодекса может нарушение признать только судья. Вы когда мантию одели? Давно? Мы сегодня приступаем к активно работать по анкетным данным. А дальше вы не активно работали по анкетным данным, да, бездельники? Который имеет право взаимодействовать с вашим работодателем для уточнения сведений. Да, мой прокурор, радостью пошлет вас нахер, да. Позвоните ему. Номер дателем вот есть, что-то. У него своих друзей или родственников взяли деньги. А, друзья его с ним предупреждены уже, правда, на флософском. И странно, Сергей Эдуардович, что Который Который таким образом ведет беседу с представителями юридического лица. Который требований не выставил завтра до 12 часов дня этот документ. Требований я не видел, как увижу требований, так я подумал, стоит оплачивать или нет. Но ваше правило, он спросанец как намеренно игнорированный. А, ты был отключен на экране, да, было болит, что-то было болит, слушает его, не слушает. Один хрен. Вы как считаете, Сергей Эдуардович, Новый год это семейный праздник, затрудняет вас ответ. Компания вправе вступить в право требования договора. Я давно буду вступить, что вы делаете. А как думаете, почему коллекторы обычно перед новогодними праздниками выкупают документы? Я не слышал, а звучало там все подносы балаболицы, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потому что в своих случаях праздничные и предпраздничные дни многие должники находятся с членами своей семьи. Когда приезжает коллектор для личной обеспечения... Отлично, мы все дружно встретим ее и пошлем узнать. Добрый день, компания, веб-банки, радио-разжедневное регулирование, мне зовут Бекева, Алена Алексея, Денис Александрович. Он самый, слушаю вас. Завите, пожалуйста, фамилию, дату вашего рождения для админификации. Завите, пожалуйста, цвет нижнего белья и размер груди вашей для админификации вас. Денис Александрович, данная информация не имеет никакого отношения к вашему... Абсолютно имеет класс, потому что я не знаю, если у вас цвет сисек меньше четвертого, то я не могу вам предоставить данную информацию. К сожалению, я вижу, что вы не настроены... Ты видишь по телефону, да? Ты бабушка, ясен хуй, с размером груди меньше четвертого, я помню. Денис Александрович, ваш некрешенный вопрос в компании находится в личном кабинете, пожалуйста, познакомьтесь. Ну, несмотря на вопрос, в личном туалете у меня находятся только два узбека, которые делают мне ремонт, я не помещусь там третий. Всего вам доброго, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Черепанова, Диана Сергеевна, ведущая специалист того Альфа-банка. Ольга Дмитриевна, вам знакома? Слушаю. Она вам знакома, правильно понимаю? Правильно понимаю, что... А уточните, пожалуйста, номер телефона ваш личный или ей принадлежит? А уточни, пожалуйста, цвет нижнего белья сегодня на тебе и размер сисек. Номер телефона ваш личный, правильно понимаю? Я не знаю, как ты понимаешь, это к твоему психиатру вопрос. Как ты понимаешь? В таком случае мы информацию проверим вам. Всего доброго, до свидания. Все, иди нахуй, всего доброго. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Компания Эверест, инспектор Панкрашкина Евгения Сергеевна, разговор записывается. Ольга Дмитриевна, это вы? Это я. А что у вас с голосом? Что у меня с голосом? Охрипло вчера чуть-чуть. Представьте, пожалуйста, дату рождения для идентификации. Представьте, пожалуйста, размер трусов для идентификации. Принимайте звонки Долинчик. Звонки Долинчики. Звонки Долинченко. Звонки Долинчик. Субтитры сделал DimaTorzok